Теперь надо рассказать о концертах Нины Ивановны. Ксентиан, моего педагога и человека, который, так сказать, ну, фактически сделал меня органистом. Даже, может быть, где-то вопреки моим желаниям. Изначально не хотел быть органистом, я пришел в органный класс, поскольку мы пели хором под орган в капелле. Марк Борисович аккомпанировал. Были какие-то переговоры загадочные, закрыть открытие коробочки для строения баланса между хором и органом. Было ясно, что на органе играть трудно. Марк Борисович был человек обаятельный, всегда здоровый, с мальчиками. Он был очаровательный совершенно человек в общении. Вот, но уже в консерваторские годы мне подумалось, что было бы хорошо как-то вот на органе посмотреть, что это такое, поиграть. И я вот как-то пришел в органный класс, сыграл что-то на рояле, и Иван сказал, ну, приходите. Занятия были только факультативные, поэтому, так как не было спецкурса, мы как-то вот занимались, можно сказать, свое удовольствие, не имея особых перспектив. Вот, но зато мы сразу становились ассистентами. По ленинградской традиции, вероятно, идущей еще от французской традиции, я подозреваю, поскольку на органах КВЕ действительно одному ассистенту бегать за спиной органиста практически невозможно. Ассистенты стояли слева и справа. Да и сейчас так происходит на исторических органах. И Нине Иване на концерте нужно было два органиста. Вот, поэтому, вот, ты стоял, Нина Ивановна была очень внимательна. Ко всем значениям она говорила, что надо записывать регистры, регистровку органа, особо начальное, так, как она расположена в органе. То есть регистр, который с левой стороны от органиста, пишем на левой поворотной странице, а те, которые справа на правой, всякие комбинации, вальцы и прочее, в середине. Вот, так мы начинали, так сказать, что-то понимать. У кого-то была своя половина, обычно отдельно половинка отмечалась еще такой под чертой чертой, чтобы ты не лез в другую половинку. Вот, Нина Ивана играла охотно, играла много тогда, и в капелле, и в филармонии. Замечательно она играла много бауха, замечательно играла Франко, разумеется. Из ее программы, я помню, конечно, финал Токката Видора. Между прочим, две части симфонии Вьерна третьими. Вот, и из концертов, которые на меня произвели сильное впечатление, это был концерт, посвященный Хиндемиту. В первом отделении Нины Ивановны и Валерии Майские сыграли все три соната Хиндемита, а во втором отделении пел камерный хор консерваторий, руководство Валентина Шинецер, и они пели хоровые сочинения Хиндемита. Я не помню точно программу, но точно было шесть хоров на стихе в рельке. Вероятно, там было еще что-то, может, месса, потому что на целое отделение шесть хоров было, наверное, маловато. Вот, и удивительный концерт, когда Нина Ивановна играла, по-моему, это была даже союзная премьера, она играла все медитации Мессиана. В Капреле это было, конечно, здорово и даже страшно ассистировать, потому что даже, так сказать, с консерваторским образованием понять нотный текст, следить за ним было трудно. Мы совершенно не привыкли к такому роду вещам. Вот, Нина Ивановна была очень внимательна к регистровке и к репетициям. Она неоднократно посылала ассистентов в зал послушать, особенно если это речь, что органо-вокальном концерте, каков баланс, как соотносится. Потом проверял сама. И, конечно, испытывал чисто гордость, когда Нина Ивановна брала твой вариант. Думаю, ну вот, все-таки, и ты что-то можешь. Вот, из разговоров Нина Ивановна на репетиции вспоминается одна замечательная фраза, когда Нина Ивановна говорит, что Нина Ивановна, ну, смотрите, вот у нас же там, наверное, третья репетиция. Ну, то есть мы на последней, конечно, или только на двух, вот, ну, или же еще репетировали. Ну, зачем так много? У вас же регистровка сделана, все записано давно. Нина Ивановна говорила, понимаете, вот гастролеры, на которых вы ссылаетесь, которые играют с одной или двух репетиции, они приехали и уехали. А мы, органисты, которые живем и работаем здесь, мы должны держать планку, мы должны держать высокий уровень и быть образцом. Мы не можем играть, как получится или небрежно. Мы должны все время выдавать самый высокий уровень у всех. Это была такая сильная фраза, что гастролер может себе позволить и схалтурить, и где-то не до конца выверить. А мы не можем. Да. Еще Нина Ивановна любила дарить ноты и пластинки. Как-то она после ассистирования, видимо, подарила мне две пластинки, которые ей подарили, по-моему, это был бургомист Гамбург, если не ошибаюсь, после ее участия в бахтских срежествах. Она скажет, что вам, наверное, нужнее, там не органная музыка. Там были фрагменты бахт и страстей. ИМС, действительно, это под управлением Гюнтера Рамина. Значит, замечательное исполнение, такие, значит, долгоиграющие пластинки. Я их долго слушал, конечно, потом, с благодарностью. Вот. Как выясняется, у Нины Ивановны были очень редкие ноты, периодически. И она с удовольствием, так сказать, делилась имя. Я помню, как-то уже заканчивая консерваторию, я у Нины спросил, нет ли у нее, совершенно не надеясь на ответ, нет ли у нее случайно брит на прелюдии. Один, Нина сказал, он, конечно, есть. Я, ах, ну, а можно, конечно, я скопирую и вам принесу. И действительно, через короткое время я получил эти ноты. Как они могли оказаться, у Нины Ивановны загадка. Но старая профессора, она вот располагала какими-то возможностями, хотя она это не играла никогда, но ноты у нее были, и она, сказать, эту музыку знала хорошо. Это, конечно, было удивительно. Вот, не могу не вспомнить еще, так сказать, ассистирование внезапное для меня, Людмиле Григорьевне, так сказать, в Большом зале Февророне, во время исполнения военного реквима Бриттона. Вся консерватория гудела, поскольку это исполнение готовилось в течение нескольких месяцев. Оно было приурочено к 60-летию Бриттона, которое прошло в 73-м году. Были репетиции в классах, были репетиции сценические в малом зале, под рояль, под оркестр, еще как-то, в общем, все было сложно, язык все знали недостаточно хорошо, поэтому все испытывали, так сказать, целостное удивление и, так сказать, такое чувство открытия. С другой стороны, все это было как-то непросто, не сильно как-то складывалось долгое время. Вот, тем не менее, когда дошло до исполнения, оно уже было не в консерватории, а в Большом зале Февророне, неожиданно для себя, я, поскольку уже занимался органом несколько лет, я получал такие поручения проассистировать органистки, которые я тогда не знал. Этой органисткой была Людмила Григорьевна, Ковнацкая, которая тоже испытывала, видимо, некоторые затруднения, поскольку она не знала нонешнего, теперешнего органа Большого зала филармонии, каким она стала после 72-го года, она знала предыдущий орган, на котором она играла, как она потом рассказывала, в концерты класса Исаия Александровича. Вот, этот орган был для нее, вот, сказать, тоже несколько неожиданным. Вот, так мы впервые познакомились. Вот, и... Ну, не помню, как, там ведь еще, по-моему, физ гармонии есть в партитории, если я правильно помню, там, как бы, два инструмента. Там, по-моему, орган и, кажется, еще должен быть еще один инструмент. Предполагалось два органа, один, как бы, позитив, который вместе с хором мальчиком. Да, 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 с мальчиками, да. А другой большой орган, который вот... Ну, да. С хором мальчиком. Да, да. Два органа. Вот, я не помню, как тогда вышли из положения, но второго органа точно не было. Вот, играл Людмила Григорьевна с двумя хорами. Или все-таки это играли на каком-то другом инструменте. Там было так много народу и такой же ажиотаж, что, в общем, да, вот все как-то были очень, я бы сказал, нервозные. Вот, но тогда мы познакомились впервые, и вот я узнал, что Людмила Григорьевна тоже, оказывается, играет на органе. Вот, что она, училась с Ирисой Анатсальчей, и вот как-то наше знакомство потом на долгие годы как-то осталось в связи уже и с вами, между прочим, с вашим влечением органа. Вот, и какими-то разговорами, потом публикациями, связанными уже с историей органа и органной музыки у нас, тогда в Ленинграде. Вот, и ну вот, как-то все вот так зародилось тогда во время случайной встречи, можно сказать, в большом зале филармонии. Спасибо.